Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы хотим начать серию передач, которая будет посвящена различным аспектам жизни верующего. И это наша первая программа, которую мы сегодня снимаем специально для того, чтобы познакомить вас с тем, как это все будет происходить. Но не только об этом мы сегодня будем говорить, мы поговорим еще и о том, что такое вера. И как без веры мы можем никуда не углубиться, или с верой мы можем углубиться, перейти на те глубины, которые Господь хочет нас видеть. Сегодня мы, это я и мои друзья Илья Лансман, Игорь и Наталья Гроссман, пастора нашей церкви, мы сегодня поговорим именно о вере, о жизни верующего именно в вере. Потому что мы сталкиваемся все больше и больше с тем, что верующие могут жить и без веры. Так было, например, и у учеников Иисуса Христа, которые оказались с ним в одной лодке. И когда началась буря, имея Господа в своей лодке, они начали бояться того, что они погибнут. То есть они усомнились в том, что с ними вместе Господь. И сегодня мы будем говорить по большей части о том, как нам укрепиться в вере. Потому что первый вопрос, который задал Иисус своим ученикам, после которых Он успокоил боль, Он сказал, где вера ваша? И сегодня мы будем говорить о том, что же такое вера в жизни каждого верующего человека. Я попрошу своих друзей как раз рассказать о том, о чем они хотели вам сегодня донести слово. Первый раз со словом верой я столкнулась совсем недавно. Ну, скажем так, лет восемь назад. И в Слове Божьем здесь написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И, ну, вот это слово, ну, как бы вот этот стих, он с одной стороны понятно, но с другой стороны непонятно. И, ну, я думаю, что для многих непонятно. Может быть, вы, ну, как-то можете поделиться какими-то, ну, пониманиями своими, которые вы, может быть... Ну, я думаю, что вот лучше всего этого как раз, когда, Игорь, ты объяснял, что такое вера. Вера это ныне, то есть то, что мы верим сегодня и то, что происходит сегодня в нашей жизни, да? Да, вера на самом деле это сейчас, это не... То есть многие говорят, я верю, что когда-то я буду исцелен, например. Я верю, что когда-то у меня будет то-то и то-то. Но вера это сейчас, это то, что ты уже имеешь внутри себя, то, что ты еще не видишь, да? Но ты уверен и ты знаешь то, что ты знаешь. То есть ты уже знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. То есть это есть вера и это сейчас. И это то, что, как бы, ты совершаешь. То есть это уже перед тобой сейчас, но ты делаешь шаги веры по направлению к тому, что есть внутри тебя. Ну, я на самом деле также размышляю над этим местом Писания. Там есть такая формулировка, что это осуществление ожидаемого. То есть, когда мы какие-то предпринимаем действия, непосредственно ведущие к тому, во что мы верим. То есть, если мы как раз имеем вот это дерзновение, веру внутри, что произойдут те или иные вещи от Господа в нашей жизни, то мы в соответствии с этим и делаем шаги, предпринимаем определенные действия. Если Бог побуждает поехать на миссию, то, соответственно, собираем, пакуем вещи. То есть, не просто рассуждаем о том, как было бы здорово, чтобы Бог все усмотрел, а реально делаем какие-то первые шаги, может быть, даже не имея какое-то подтверждение в материальном плане. Но если это реально от Господа, если это реально Бог побуждает, то, соответственно, Он нас и встречает, и во многих нуждах, так скажем, нас обеспечивает. Но вот это действие, или вот эта активность с нашей стороны, мне кажется, она является таким ключиком, что ли, к вообще пониманию веры, потому что, исходя просто из определения, что это осуществление ожидаемого, когда мы осуществляем, да, то есть действия какие-то совершаем. Вот для меня акцентом, так скажем, является именно вот этот момент. Я думаю, что акцентом является, и еще один акцент, который можно поставить там, это именно уверенность в невидимом. Потому что, во-первых, из невидимого произошло видимое. А во-вторых, вы знаете, в миру нет ничего, что было взято бы ниоткуда. Мир – это копия, не самая удачная, конечно, но это копия того, что творит Бог, и все творится в Божьем царстве. И на сегодняшний день все мирские техники привлечения богатства, привлечения счастья, привлечения удачи, мужей, машин и так далее, основаны на том, что мы привлекаем в нашу жизнь что-то из невидимого. То есть его пока нет, но мы вот как бы там провозглашаем, развешиваем картинки там и так далее. Все это на самом деле взято из Библии, и только здесь это на более духовном уровне все выражено, чем на материальном. И осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом, мы видим здесь в Библии как вера, именно проявление веры в том, что если мы во что-то действительно верим, то мы можем начать благодарить прямо сейчас за то, что оно у нас есть. Потому что если мы уверены, что это есть, если мы знаем, что это будет, это уже даже не вопрос веры, а опыта, что если мы знаем, что Бог нам способен дать, мы за это, собственно, и моримся. Если мы молимся за то, за что мы не можем поблагодарить Бога, то зачем за это молиться? Поэтому осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом, это как раз две составляющие части. Просто благодарить Бога за то, что сегодня уже Он дает или созидает то, за что мы молимся. С этой верой мы Богу точно не угодим, нам нужна вера истинная. То есть, как написано, что приходя к Богу, мы должны верить, что Он есть, и все, что мы просим от Него, Он нам воздаст. Да, ну я думаю, что на самом деле еще по поводу уверенности в невидимом. Иисус учил нас о том, чтобы мы молились Отцу Небесному, который в тайне. Да, чтобы мы уходили, то есть не на показ молились, да. И вот как раз уверенность в невидимом, потому что именно Отец Небесный, мы Его не видим, но мы уверены в том, что Он слышит нас, и что наши молитвы, они будут отвечены, если они соответствуют, понятно, тому видению, которое есть у Господа для нашей жизни. И, соответственно, точно так же вера, она действует любовью. Да, то есть, потому что Бог есть любовь, и Иисус говорил, имейте веру Божью. Да, и когда мы имеем веру Божью, то все, что мы не будем просить, оно будет в нашей жизни. Ну, как-то вот так, я думаю. Еще такой момент интересный, что реально все люди во что-то верят. То есть, не бывает, на самом деле, ну, мне кажется, ни одного человека нет, который бы во что-то да не верил. То есть, в благоприятный исход каких-то обстоятельств, да, или, наоборот, какие-то неприятности, что его там ожидают, да. То есть, все, любого рода, так скажем, да, там, верования, которые доступны на сегодняшний момент, мне кажется, что любой человек, он является приверженцем, даже если он называет себя атеистом. То есть, в любом случае, как бы, какая-то вера, уверенность в чем-то, что на самом деле фактически он не может подтвердить, она присутствует у любого человека. И да, Писание нам говорит о том, чтобы мы имели Божью веру, да, то есть, чтобы мы именно, как это, ну, правильно, что ли, верили и уповали на Господа, а не на свои силы, на деньги, еще на какие-то ресурсы, которые, может быть, обильно присутствуют там в наших жизнях. Потому что любые ресурсы, они, ну, сегодня есть, завтра нет, как с медом. Мед – это страна, например. Мед – это истощаемый. Он, если есть, то его тут же нет. Вот, поэтому получается, что, ну, очень важно, чтобы мы полагали свою веру именно в Бога, да, и исходя из его характера, особенностей, исходя из того, что он озвучил в Писании, чтобы мы как раз строили свою жизнь именно вот уповая на него, потому что, ну, как бы там верить, что я стану мэром Парижа, я не знаю, ну, мне кажется, не стоит, да, то есть, это не соответствует вообще… Но все возможно верующим. Аминь. Но, тем не менее, есть какой-то Божий замысел на мою жизнь, и в соответствии с этим мне нужно, во-первых, Господа познавать, познавать Его замысел на мою жизнь, и исходя из этого уже верить, молиться, провозглашать какие-то вещи и осуществлять эти действия, да, то есть, ну, вот именно исходя из того, а какой Бог, как Он хочет проявиться в моей жизни, каким образом Он хочет, чтобы моя вера вот была вложена, да, потому что на самом деле мы можем верить, ну, правда, так сказать, исходя из того, что Бог нам дает во многие моменты, но есть то, что именно Бог приготовил для каждого из нас. И вот здесь очень важно, на самом деле, увидеть, получить это, какое призвание, каким образом мы можем двигаться за Господом, и в это вкладывать свою веру, уповая на то, что Бог встретит нас, что Он обеспечит, усмотрит и осуществит все то, что Он задумал в нашей жизни. Я думаю, что это понимание того, что такое вера, она на самом деле у каждого своя. И все, оно основывается, конечно, на Библии, но каждый из нас верит в то, что действительно, как Илья правильно сказал, Бог приготовил для нас. Если мы верим, что у Бога для нас есть замысел, что Он приготовил для нас нечто лучшее, чем мы ожидали или чем мы просили, то наша вера, она даст свои плоды. И если даже сегодня мы верим во что-то очень небольшое, приземленное, да, там, скажем, в повышение зарплаты, то не нужно говорить, ну, вот мне сейчас платят, там, скажем, ну, абсолютно говоря, тысячу долларов, я бы хотел получать тысячу двести долларов. Может, Бог приготовил для нас, чтобы мы получали пять тысяч долларов. Нужно просто верить, что эта зарплата будет, она придет, потому что если мы выполняем свои обязанности, например, как обязанности Божьи, то Господь усмотрит все и на все наши нужды даже даст ответ. Я думаю, что мы ответили на вопрос, который Наталья задала. Ну да, много всего интересного заключается в слове веры, и можно рассматривать это очень широко и глубоко, но слава Богу, что мы познали Бога, и та вера, которая должна быть, она пришла в наше сердце, и она строит наше будущее. Дорогие друзья, мы с вами были на первой нашей передаче, которая была посвящена жизни верующего человека, мы говорили о вере, и мы будем продолжать разговаривать о вере. Этот месяц посвящен теме веры, и в следующей передаче вы обязательно узнаете, что же такое вера в жизни того нашего ведущего, который будет приглашен на наш эфир в следующий раз. До встречи, следите за нашими эфирами, подписывайтесь на наш канал. Благословения вам, Господи!